Ну что, привет, друзья! Сегодня будет плодотворный урок, потому что мы будем разбирать суперфинальный заезд третьего этапа СВС-22 года, в котором было безумное количество нарушений. И благо у нас были камеры наружного видеонаблюдения и возможность некоторые моменты там увидеть. И главное, что есть сейчас еще хотя бы одна камера у Игоря Кочетова. И мы начинаем. Ну, сразу же мы разбираем все моменты. И в том числе, ну, не только нарушения будем здесь обсуждать, но и ошибки. Литвиненко, который сейчас упер за Поляруша, вот здесь должен был и мог... Да, это же Литвиненко у нас слева был. Закрываться, а не идти паровозиком. Да, это Литвиненко на 82-м карте. Вот здесь, в этот момент, он, да, вышел за Полярушем. Здесь расширился далеко, пошел, возможно, получил какой-то удар Кочетов. А в этот момент Литвиненко мог быстро снеситься, внутри закрыться. Вот этого не сделал и, по сути, просто потерял, подарил позиции Кочетову. Здесь первый круг паровозиков, аккуратно все прошли. И здесь хочу сразу отметить ошибку Кочетову, который цепляет вот здесь пластик. И потом уходит слишком широко. Когда ты уходишь здесь слишком широко, вот тут еще и какой-то занос у него был, то сразу большая потеря. Мы видим, как Поляруш отъехал далеко. Дальше мы видим, как Поляруш, в свою очередь, упирается в Моссумова, теряет ход. И вот здесь важный момент и грубейшая детская ошибка от Поляруша Александра, который выиграл в этой гонке, вернее, был первым на финише. А будет ли он первым после пересмотра этих видео, это большой вопрос. Поляруш потерял ход и даже не подумал. Повернуть голову, ну, можно не повернуть голову, а слышать и понимать, чувствовать соперника. Слышать ли он, чувствовать соперника. Здесь вот уже та стадия, когда нужно закрываться. Ну, он продолжает ехать, как ни в чем не бывало. Прямо. И, соответственно, пускает Кочетова внутрь его просто пройти. Ну, в данном случае он просто отдал позицию, уже отдал. А что делает потом? Поворачивается Моссумом просто вот в его траектории, перетормаживает, ошибается, и поворачивает УП Кочетова, как будто вот Аблит. Здесь происходит столкновение. В общем, смотрите, когда соперники есть рядом. И не надо так просто открывать калитку, пускать. В данном случае проблема Саши, которому нужно сделать выводы и научиться чувствовать соперников, которые позади. У нас какие-то крайности. Есть пилоты, например, как Ракетик, которые могут за 5 секунд 12 раз повернуть голову на соперника. Это слишком много и избыточно. А есть, которые вообще не поворачивают голову. Можно не поворачивать голову, если ты слышишь соперника заде, либо исходя из своих действий, понимаешь, где он может оказаться. Саша не сделал ни то, ни другое. Здесь Саша достаточно аккуратно не опирается на Кочетова. Выходит из поворотов, все делает хорошо. А дальше Саша нарушает правила. Вот здесь уже есть равные позиции. И здесь уже больше, чем полкарта Кочетова вошло в базу. Поляруша. А здесь Поляруша. Продолжает заложаться. И завозит Кочетова в колеса. Это 5 секунд штрафа, которые посмотрим, как у нас распределят позиции на финише, поскольку в первой тройке все получат штрафы. Первая тройка у нас на финише этой гонки была Поляруш, Ковальчук и Кочетов. Здесь Кочетов нарушает правила, выбивает Литвиненко. Затем его пропускает, возвращает в его позицию. И здесь Литвиненко разворачивает. На выходе из поворота просто в заднюю часть карты врезаются прямым ударом. И это был у нас Ковальчук-Кирилл. Литвиненко потерял очень много. Поэтому в данном случае нарушение Ковальчука тянет на 15 секунд штрафа. Кочетов за этот инцидент, учитывая, что он пытался вернуть позицию, но не вернул ее. И из-за этого инцидента Литвиненко разворачивают, получают 5 секунд штрафа. Видим мяч? Потом позже я смогу показать вам скриншоты из всех инцидентов. С камер наружного видеонаблюдения, где видно, кто оказывался в взгляд со стороны, кто оказывался рядом с теми, кто разворачивался или нарушил правила. Дальше по карту Кочетова было достаточно много ударов. А, так, по эпизоду впереди. Вот здесь. Медленно едет Елизарев, за ним лестничкой выстроились Елизарев, Моссенов и Поляруш. Смотрите. И потом Моссенов въезжает за Елизаревым. Судя по всему, Елизарев чуть-чуть тормозит, Моссенов пытается отрулить. И вот здесь Поляруш тискивается. Окей. Невозможность этой камеры увидеть, было ли какое-то нарушение со стороны Поляруша, оттеснило ли он. Дальше Елизарев допускает еще одну ошибку. Он выезжает из этого поворота. Смотрим. Здесь получает толчок от Поляруша. Его карта чуть-чуть подставляет, но он смещается почему-то внутренне на внешку. Вопрос, было ли следствие этого толчка Поляруша или нет. Все-таки, с этой камерой мы наверняка сказать не можем. Тогда это останется на совести Поляруша. А для Антона уроком должно быть то, что выходя из этого поворота, должен уходить на внешку, максимально распускать карт, для того, чтобы максимально ускоряться. И даже кто-то, если будет крутить внутрь, крестить, то он окажется справа от тебя. И вы потом продолжите движение. И следующий поворот левый на дугу, кто-то справа, тот в проигрышной позиции. А сместить себя сразу в проигрышную позицию было абсолютно... Калитка просто открывается и вязали просто проходит. Ну, все... Слишком по-детскому было. Ну, и таким образом, Поляруш, благодаря тому, что развернули Литвиненко, благодаря тому, что он завел скотч, что в колеса за два круга вышел на перелополицию. Ну, это победа однозначно не будет заслуженной и не останется таковой. Обратите внимание опять, Игорь. Далеко. Там нельзя и не надо ехать в этой конфигурации. Мосунов. Выходишь из поворота, во-первых, нужно распускать карт на внешку и выходить с таким огромным запасом от колес. Ты уже выехал медленнее, чем мог бы выехать. На и так медленном карте едешь медленнее, чем мог бы ехать. Поворачивать голову влево замечательно. Никого нет, это хорошо. Надо стараться за один поворот видеть все, а не крутить ее туда-сюда. И продолжая смещаться влево, не надо повернуть голову влево, не надо потом продолжать выехать на середину. Просто так. Потом с этой середины поворачивать. Если никого рядом нет, мы едем в квалификационном режиме. иначе мы теряем ход, мы отвлекаемся и потом нестабильно ходим в поворот. И сразу несколько корпусов теряем только на ходе поворота из-за этого. Тут все неплохо. проблемные повороты у Игоря. Круг за кругом не получается проходить правильно. Правильно, что Леша берет чуть внутрь. Но здесь внутри и на внешку еще дальше надо Леша было распускать, потому что по большому счету в этот момент вот сейчас ты изнутри до середины выезжаешь. а надо было ехать шире, потому что по большому счету здесь если бы Игорь заранее планировал уйти на внешку, то он-то хотел наверное внутрь перекрестить, попробовав в внешке. Но на быстром карте можно было здесь сейчас оказаться слева и спокойно ходом пройти. Просто Игорь не сразу понял, что так можно сделать и что ты выйдешь на середину. тут Игорь видел, что был карпан и чуть-чуть поджал, но ладно. Тут удар раз, два, три, четыре. это уже сплошные штрафы и по камерам видеонаблюдения внешним видно, что там был Ковальчук в основном. И вот здесь снова нарушение и есть скриншоты и видео внешне, где вот в данный момент Ковальчук на таком расстоянии едет от Кочтова, как Кочтов сейчас на этом паузе от Моссонова. И потом в момент торможения он влетает и выбивает по большому счету и тормозит об Кочтова. Это штраф и штраф это 10 секунд за УКОЭКСПРОМ. Потом еще и оттесняет максимально в колеса Кочтова, не оставляя его места, не говоря о том, что там был еще и третий карт. Здесь находясь на третья позиция у нас получается ломается карту Моссонова, колесо спускается и у нас финиш. Дестарт, вернее. И мы смотрим следующий завест. тут не повезло немножко, или зале у которой благополучно ехал во втором месте возможно его лист второму ничего не угрожало и был у него руках первый подиум остановка restart по-разному с реагировали некоторые пилоты плюс места и вопрос объехал как стоящего и ковальчук и снова вот кирилл нужно немножко быть так сказать более корректным так чтобы высказаться лояльно на трассе потому что нельзя ехать так как будто соперники вокруг тебя это пешки которые нужно сбивать это не так нельзя опираться от соперника не нужно лететь так чтобы в него врезаться нельзя постоянно на внешке выходе из поворота не оставлять место карту и это подробнейшим образом рассказывал в том видео где мы боролись вместе и где я 5-6 кругов не мог пройти но при этом против меня было не один раз нарушено правило и я лишь предвидя то что могу застрять зачастую сбрасывал и ждал ошибки когда я все-таки смогу сделать маневры пройти здесь люди просто страдают вот здесь ехать прямо без тормоза утереться изнутри на 3 человека и оттеснить его в колеса это уже можно сказать два очередных нарушения то есть я уже могу начать 4 нарушения в этом за есть дальше рестарт и здесь вот врезаются почтов тоже пошел до конца и здесь не успел в равную позицию с вашей не успел лёша в свою очередь тоже на грани вот сейчас если бы игорь не сбросил газ было то же самое бы что с литвиненко которая развернулся или то что бывает вот с тем моментом когда человек не сбрасывает газ сзади уже есть карты он начинает смещаться внутрь то есть мусор лекти на заметку что в таких случаях большинстве разов когда это будет происходить ты будешь разворачиваться особенность это будет напрямую не по вроде как сейчас игорь если бы не сбросил газ а просто повернул в сторону это развернулся он бы поехал дальше дальше полярусь ковальчук мосунов и кочетов я так понимаю что будет еще обгон хочется это при этом мы еще не видели к сожалению кучу нарушения которые были звать и наверняка они там есть опять таки скоро мы будем всем камеры ставить ошибка мимо промазал вообще не привык карту может холодный торможение мимо прошел но пока остался перед кончиталом вовремя закрыл здесь но опять-таки это ошибка пошел бачком и даже не подумал сбросить газ здесь при сбросили узенько пошли здесь надо было уже от корректировочку сделать ну все это понимаю в этом видео уже не увидим больше ничего и того вердикт по просмотре нам 25 секунд штраф кочетов и ковальчук ссоре и 5 секунд кочетов и 5 секунд подорож дальше сейчас уже я пересмотрел результаты добавлю штрафы к итоговому протоколу и смогу сказать как это повлияет на итоговый результат гонки и так гонка 3 у нас суперфинал результаты полярусь первые мы добавляем 5 секунд ковальчук мы добавляем 16 не хочет ах плюс 5 и того но сынов загорулька поляруш вот так вот поздравляю алексея с первой победой в сфс гонках всем привет любите картинки не нарушайте правила